Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнения иностранных болельщиков о наших российских футболистах и о легионерах, выступающих в нашем чемпионате. В частности, сосредоточимся на Лоренцо Мельгареху. Сейчас у него истекает контракт со Спартаком и появляется все больше слухов о том, что он может покинуть не только красно-белый клуб, но и наш российский чемпионат. И вот недавно турецкие СМИ сообщили о том, что Мельгареху должен отправиться в Трапзон Спор, что именно эта команда его в итоге подпишет. И вот на фоне всего этого я зашел в Фейсбук, Твиттер и собрал здесь самые интересные комментарии турецких фанатов касательно возможного переезда Мельгареху в Трапзон Спор. Ну и сейчас, конечно, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Хотите быть в курсе последних футбольных новостей? Ну тогда подписывайтесь на YouTube-канал Футболити. Авторы этого канала готовят качественный контент по последним футбольным событиям. Очень оперативные обзоры матчей. Только вы закончили смотреть игру, как у них сразу готов обзор. Интересные расследования, посвященные футбольной жизни нашей страны, а также очень умные и вдумчивые разборы последних трансферов. Все это вы можете найти на YouTube-канале Футболити. Ссылка будет в описании. Проходите, знакомьтесь и подписывайтесь. Атакан Демирал написал. Увы, это по всей видимости означает, что мы продаем наших лидеров. Стоило нашей команде заиграть, как мы сразу теряем ведущих футболистов. И я боюсь, что Мельгареху недостаточно хорош, чтобы заменить кого-то из ведущих игроков Трапзона. Ну, касательно того, что часто выкупают лидеров этой команды, с этим не поспоришь. Трапзон Спор – это не самая богатая команда Турции, поэтому им приходится зачастую закрывать проблемные позиции не такими звездными футболистами. Продали лидеров и ищут взамен им свободных агентов, как того же самого Мельгареху, у которого сейчас заканчивается контракт со Спартаком. Алиса Меуглу написал «Эх, он бы сейчас нам пригодился на время травмы Сари, но, увы, придется ждать». Ну, Сари – это футболист, действующий Трапзон Спора – крайний хавбек, и здесь очевидный намек на то, что как раз-таки Мельгареху мог сейчас пригодиться команде. Но трансферное окно пока что закрыто, так что, господа турки, ждите. Фатих Генг написал «Последнее время игроки из России тяжело адаптируются в Турции и не показывают свой уровень. Это будет рискованное подписание». На что Гюргхан Льялчин написал «Не соглашусь. Мы недавно подписали Дакошту, который ранее выступал в России. И, думаю, никто еще не пожалел. Сейчас возьмем еще одного футболиста, причем тоже бесплатно. По-моему, хороший и правильный ход». Ну, касательно Дакошта, я думаю, вы помните, он в Локомотиве выступал, пришел из Англии. Ну, кстати, недолго он играл за Лока, поэтому здесь говорить о том, что он как-то, знаете, прижился в России и стал каким-то российским таким постоянным футболистом, не стоит. Для Дакошты Россия была просто временным таким пунктом дислокации, а вот Мельгареху – это действительно игрок, который стал для нас как родной, много лет здесь выступает, и поэтому в данном случае ситуации неравнозначные. Мельгареху уже практически российским футболистом стал. Кстати, теоретически он даже может подавать на паспорт, учитывая, сколько он живет в нашей стране. Тотобубахис написал, «Я его запомнил еще несколько лет назад, когда Мельгареху играл в Бенфике. Тогда португальцы играли против Фенербарчи, и меня восхитила игра левого защитника. Это как раз был Мельгареху. Я уже тогда думал, что стоит подписать его в Трапзон». Ну что ж, турки тоже следят за матчами своих команд в Еврокубках и запоминают даже такие детали. Ну и действительно, Мельгареха когда-то играл за Бенфику, правда, я не знаю, как он показал себя в матче против Фенербарчи, но, по всей видимости, он там был хорош, раз его запомнили. Муса Аксюрк написал, «Учитывая, что его можно взять бесплатно, это хорошее подписание. Игрок способен действовать в разных зонах. Выступал, кроме Спартака, еще и за Бенфику, и за сборную Парагуэя. Стало быть, хороший футболист». Эрджан Баш написал, «Игрок из российского середняка. Это не то, что нужно команде, лидеру чемпионата Турции». Но Трапзон Спор только поднялся на первое место, только поднялся из середины турнирной таблицы. В этом сезоне, как сразу, знаете, высокомерие, зазнайство, все. Уже великая команда. Хотя совсем недавно они чуть ли не за выживание боролись. Но такое бывает с болельщиками. Стоит подняться к команде, как сразу они начинают зазнаваться и относиться высокомерно к другим командам и другим футболистам. Вот и фанаты Трапзон Спора этого не избежали. Каджим Джордин написал, «Посмотрите вот цифры. В прошлом сезоне он был хорош, а вот в этом явно пошел на спад. Значит, опять начали собирать отработанный материал. Единственное, что хорошо, это то, что он придет бесплатно». Ну, для справедливости многие турецкие команды, так скажем, собирают отработанный материал. Трапзон Спор здесь не исключение. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok